Итак, долгожданная Монса, в которую у нас приезжают глобальные обновления. Первое обновление это связанное со снижением лобового сопротивления, именно глобальное обновление, и также два средних связанных с прижимной силой. По итогу в Монсе скорость была у нас очень и очень хорошая, мы могли соревноваться с абсолютно всеми болидами, и соответственно можно было спокойно выигрывать данный этап. Квалификация проходила не совсем, конечно, хорошо. Во-первых, у нас был дождь в трон-сегменте, который успел за несколько минут до конца второго сегмента закончиться, и кто-то успел даже проехать на софте. Что как бы означает то, что я вылетел еще во втором сегменте. Но я был не один такой, со мной были еще два болида Феррари. Светль и Леклер почему-то также подумали то, что никто не будет переходить на софт в последние минуты, никто не будет ставить лучшее время. Из-за этого всего я решил то, что так как я стартую все равно во второй десятке, и даже в середине нее, то я возьму сразу все новые элементы, поскольку у нас есть темп, и мы сможем сражаться. До того момента, пока я не увидел окончательную погоду в гонке. Это будет сильный дождь, соответственно дождевые условия, и ни о какой скорости здесь не идет речи. Самое главное здесь хотя бы иметь хорошую скорость в поворотах, и чтобы хотя бы хоть как-то резина цеплялась за трассу, потому что сильный дождь и с самого начала, и будет он идти до конца. Но также, немного забегая вперед, я сделаю одну роковую ошибку, но об этом, так сказать, чуть позже. Сильный дождь у нас пока что первый раз встречается в этом сезоне, и пока в карьере, но это мне напоминает мою карьеру за Вильямс 18-го года. Первый сезон, то же самое, в Монс у нас приезжает хорошее обновление, но у нас идет дождь, но правда тогда этап прошел намного и намного лучше. Ладно, перейдем к стартовой решетке. Первый место у нас занял Вальтерри Ботта, второй Макс Ферстаппин, третий Льюис Хэмптон, четвертый Чека Перес, пятый Пергосли, шестой Николь Хюкенбек, седьмой Роман Грожан, восьмой Кевин Магнусон, девятый Ким Мирайкнин и десятый Карла Сайнс. И вы заметили то, что кого-то не хватает в этой топ-десятке? Нет, я не про себя и не про Феррари, а про Квята, который перешел в третий сегмент квалификации, но он взял также штрафы и, похоже, также решил здесь всю новую силовую установку, так же, как и Леклер. Поэтому мы своей такой троицей стартуем на заднем ряду. Стратегия Вадим Писто, в принципе, ничего нового. Самое главное доехать до финиша и прорваться как можно дальше. Ну что же, сможем ли мы повторить триумф Германии? И Гастон красный на ней я срываюсь кое-как с места. Ну, в принципе, неплохо сорвался, от меня сразу же не отъехали все. До, опять же, определенного времени от меня начинают езжать Леклер и Квят. Ну ладно, решаю перестроиться на гоночную траекторию. Торможение, Квят с Леклером решает вернуться на эту траекторию. По итогу мне приходится смещаться аж на траву. Но благо я смог все-таки затормозить. И это мне позволило еще вместе с Квятом и Леклером опередить Кубису и Дживенасу. Отлично, вот просто. 10 из 10 сразу же 4 позиции в одном повороте. Правда, конечно, этот поворот у меня мог оказаться фатальным, поскольку я вылетел и я мог просто спокойно проехаться по этой траве, точнее, проскользить на ней даже через всю эту шикану. Точнее, мне пришлось бы объезжать там лево-вправо по этой дорожке небольшой. Но все обошлось. Самое главное, что я смог применить нормальную трассу без каких-либо повреждений и продолжить гонку. Также на середине пелотона боролись. И, забегая вперед, про борьбу в пелотоне ее будет особо немного. Сами понимаете, дождь в этих условиях достаточно сложно с кем-то бороться в повороте, потому что чуть позже начнешь тормозить, ты можешь просто пролететь поворот. И, в принципе, тут очень достаточно трудно контролировать болид. Изначально я, конечно, подготовился к такой погоде. В специальности выкрутил крылья там в 4-5 для монса, потому что изначально в гонке я рассчитывал, что крылья будут 2-3. Но, в принципе, в дождь самое то оказалось по этой настройке. У нас была скорость на прямой, также была неплохая скорость в поворотах, из-за чего я смог спокойно начать прорываться, и уже на первом кругу сразу же оказались 5 болидов позади меня, но тут даже недалеко был еще и Рассел, который начал раньше всех оттормаживаться, поскольку перед ним и паровозик такой. У меня же есть небольшой задел перед Расселом, за счет чего я смог начать тормозить чуть позже, и тут же смог вырваться вперед. Позади крылья также начинал потихоньку прорываться, в отличие от Леклера, который прям застрял за Альфа Ромео. Ну и немного забегу опять вперед. Вот Леклер, к сожалению, даже не доедет до конца этой гонки. На втором кругу у него произойдут проблемы с ДВС, хотя казалось бы, он взял новые элементы, получил за них штрафы, но все равно он сойдет на втором кругу. На своем же втором кругу я начинаю прорваться, чуть-чуть ошибся с точкой торможения, точнее не ошибся, Федаль передо мной очень сильно замедлился, поскольку он также сражается там с Саенсом, ну и я из-за этого решил чуть даже выехать за пределы трассы, чтобы избежать столкновения. Но благо все-таки я успел тормозиться и продолжить свою гонку дальше. Как я и сказал, Леклер у нас сошел на втором кругу, вот не повезло. Феррари на этом гран-при, по крайней мере, по старту. Леклер уже сошел, Федаль только в середине пилотона борется с Саенсом в течение уже трех кругов, к этому даже я успел его догнать. И, соответственно, начать свою атаку на старт-финишной прямой за счет Слипстрима и без ДРСа, к сожалению, потому что дождь, я решил опередить сначала Саенса и тут же пытаюсь еще опередить Феталя, но, к сожалению, не успеваю до зоны торможения его опередить. По итогу с ним смог я поравняться, и мы начинаем проходить шикану бок о бок, что крайне плохо в дождь, потому что сцепление просто ноль. Особенно на выходе у нас, конечно, есть уже небольшая траектория, по которой мы более-менее накатали, но все-таки по бокам у нас еще куча воды, и на ней достаточно трудно стартовать, пусть это и дождевой комплект. И все-таки к концу первого сектора я смог пройти Феталя, даже позже начал тормозить, из-за этого чуть улетел вперед, но, слава богу, без каких-либо повреждений, столкновений все смогли продолжить дальше нормальную гонку. Отличие от Переса, который в начале третьего сектора зацепился за Гасли, и по итогу его развернуло, и он потерял абсолютно все свои позиции. На четвертом кругу в начале я уже начинаю атаковать Райкелина, который чуть едет позади Магнусона и Рик Фюлькенберга, который борется за шестую позицию, бок о бок начинаю проходить первую шикану. За счет того, что я начал еще позже тормозить, я чуть в них не уперся, но благо все обошлось, и они начинают потихоньку от меня отъезжать, и, к сожалению, я еще и накосячил на разгоне, сильно нажал на газ, по итогу меня чуть снесло, но продолжаем погоню, к концу круга я смог догнать эту пару, уже Магнусон был позади Хюлькенберга, поздним своим торможением влетаю в пробойку, и прохожу также Магнусона, как я это сделал с Расселом, и теперь самое главное было догнать Хюлькенберга, ну, обгонный режим, обгощенный режим топлива, и поехали. И, соответственно, я без каких-либо проблем его смог догнать и опередить. Отлично, пятый круг, и уже шестая позиция, впереди меня остается только Граждан, два Рэдбула, и два Мерседеса. В принципе, с моим темпом это не доставит никаких сложностей их догнать и опередить. Плюс к тому же я уже успел даже поставить лучший круг, что означает то, что у меня очень высокий темп по отношению ко всем гонщикам, и все. В принципе, Граждан я догнал, Гасли потом через какое-то время также догнал еще и улучшил свой лучший круг, и уже следующим оказался Макс Ферстаппин, которого, конечно, мне пришлось попотеть, чтобы его догнать, пару кругов пришлось попотеть, и к началу тренадцатого круга я все-таки смог к нему уже близко подъехать. На конце тренадцатого круга я пытался его атаковать в параболике в начале ее, но меня снесло, он перекрестил по итогу траекторию, и мы начинаем уже бороться бок о бок на старт с финишной прямой, и тут я воспользовался небольшим слепстримом от него, чуть лучше разогнался, и спокойно его смог опередить. И теперь близится час икс, а именно Пистоппы. И что я подумал по поводу Пистоппа? Ну мы же траекторию накатали, почему бы не выехать на промежутки, ведь он, по идее, по такой траектории должен ехать лучше, чем дождевые. Угу. Но спустя два круга я понял то, что я совершил небольшую ошибку. Да, я не потерял по темпу, но я и не выиграл ничего. А скорее всего на дождевых я даже бы был все равно быстрее и смог бы спокойно догнать оба Мерседеса. То есть забегая вперед, я как бы не успел не догнать ни Ботаса, ни Хэмилтона. Я потихоньку догонял их, потихоньку отставал от них, и по итогу вот так вот шло круг за кругом. Под конец гонки, конечно, трасса начинала чуть-чуть уже подсыхать, у меня чуть-чуть выравнивался темп, он становился все быстрее, даже смог улучшить какой-то момент свой круг на промежутке, но в основном первые там кругов 10 я шел с разрывом от своего лучшего времени там в секунду. Так что из-за того, что я сделал неправильный выбор в покрышках, не послушал все-таки игру, я не смог выиграть данное гран-при. Скорее всего, если бы я поехал на дождевых покрышках, я скорее всего догнал бы оба Мерседеса, поскольку я бы не проигрывал столько времени поначалу, как это было на промежутке, а не проигрывал бы по секунде от своего лучшего круга, я бы скорее всего ехал бы в одном и том же темпе, скорее всего догонял бы их, и к концу гонки скорее всего смог бы навязать борьбу даже Льюису. Но, будем довольствоваться тем, то что мы получили, третье место, двадцатого места стартового, в принципе, неплохо, но опять же, можно было лучше, но опять же, не надо было выделываться, и не придумывать новый велосипед, когда играть тебе предлагают, как бы, проверенную стратегию, два дождевых комплекта, которые у тебя есть, полностью неиспользованные, соответственно, парень, давай езжай и выигрывай, но сам себе вставил палки даже в колеса, да, а если так, кстати, подумать, то можно было повторить реально Германию, и с двадцатого места прорваться на первое, но мне срослось. Оба Мерсеса приезжают на первом-тром месте, дубль у них, как обычно, и, в принципе, кубки конструкторов, они продолжают прорваться от Феррари, который в этом этапе вообще просто, Леклер не доехал, Фетель в топ-десятку, конечно, заехал, но такие себе, опять же, очки. У Рэдбула там, ну, шатка, все идет, когда-то они нормально финишируют, когда-то нет, тоже вот, не очень все у них хорошо идет. Вот порадовал меня Квят, кстати, с девятнадцатого места, точнее, с восемнадцатого он проехал на седьмой, и это мне показывает то, что мой напарник все-таки нормальный на этом болиде, который я улучшаю только в аэродинамику, а то у меня, как обычно, бывало, он где-то едет там во второй десятке, и я уже еду все время в первой. Ну, в принципе, по-настоящему так, конечно, и было, но сейчас все более-менее выравнивается, и Квят начинает совершенно набирать хорошие очки. Посмотрим, как дальше пойдет. Дальше у нас, кстати, будет Сингапур, где, в принципе, наши аэродинамические улучшения покажутся в лучшей красе, поскольку Сингапур является городской трассой с кучей медленных поворотов, среднескоростных, и также есть прямые, на которых мы можем за счет своей высокой приженной силы выиграть, в плане того, чтобы поставить меньше угол атаки крыла, и за счет этого на прямых также иметь преимущество над своими оппонентами. Но, опять же, дождемся Сингапура, кстати, в который нам приедут три мелких обновления, и одно среднее, связанное с ДРС. Так что, Сингапур, по сути, является предпоследним этапом, когда у нас приезжают модификации из отдела аэродинамики. Две последних глобальных модификаций нам могут приехать в лучшем случае, если хватит очков заказать в Сингапуре, в Мексику они к нам прилетят. Но, опять же, если нам хватит, поскольку нужно две двести очков. Потом мы будем смотреть уже, что у нас изменится в регламенте, и будем, соответственно, что-то докачивать. Либо двигать, либо шасси, либо аэродинамику придется все адаптировать. Никто не знает, как у нас пойдет. Что же, на этом, ребят, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи вам.